Мы продолжаем программу нашу и сегодня говорим, конечно, о том, как меняется наша жизнь благодаря ограничениям и, конечно, о том, как прошла неделя предыдущая, нерабочих и выходных дней. И сегодня как раз вот эту тему продолжим с нашим гостем. Да, сейчас с нами на связи Дарья Казанцева, директора пиццерии Тратории Моцарелла. Очень хочется узнать нам, как все-таки и этот бизнес, что с ним произошло в течение этой нерабочей недели. Доброе утро. Доброе утро, зрители. Доброе утро, ведущая. Да, но у нас самый главный вопрос, как вы прожили вот эту неделю? Эту неделю мы прожили довольно-таки хорошо. Расскажу, как все было. Одно из наших заведений действительно находится в торговом комплексе. Собственно, одно это из заведений ощутило на себе действия последних распоряжений. Так как гости нашего заведения в этом торговом комплексе могли попадать туда только по QR-кодам. Те, кто не имел QR-кода, могли заказывать оттуда только доставку, либо самовывоз. Некоторые просили вынести самовывоз к дверям, но мы этим занимались, в принципе. Ну и по вашему тону мы понимаем, что количество, видимо, посетителей сократилось. Но с 1 декабря это ждет вообще, в принципе, ресторанный бизнес. Как вы думаете, будет ли готово население к тому, чтобы все-таки посещать рестораны? Мы надеемся, что люди более ответственно будут подходить к своему здоровью. Но мы, конечно, и надеемся и на себя. В частности, мы по первому распоряжению все пошли прививаться, кто еще не был привит из наших сотрудников. И также мы готовим новые ресурсы для увеличения мощности доставки. И предполагаем, что, конечно, эти более будут развиты наши структуры в ближайшем будущем. Но вы почувствовали, что количество доставок сейчас увеличилось за прошедшую неделю? Да, несомненно, доставки увеличились. Несмотря на то, что в одном из наших заведений, где вход с улицы, количество гостей не сократилось. Но, видимо, уже люди некоторые готовятся к тому, что они будут самоизолироваться и заказывают больше на доставку. А вот как вы готовитесь к введению посещения ресторанов с QR-кодами? Какое-то оборудование специальное закупаете? Как это все будет устроено? Ну, специального оборудования нам не нужно. Нужен только смартфон с камерой. И мы это легко можем проконтролировать. Это все нам рассказывает правительство нашего региона. То есть нас держат, в принципе, на контроле. Нам все, нас оповещают, как это все будет происходить. Но для этого нужно было еще сотрудника нанимать, для того, чтобы он проверял именно на входе QR-код? Нет, не нужно. У нас есть администраторы, которые, в принципе, с легкостью это могут все отследить. А там, то есть, вот наводишь камеру, и тебе имя, фамилия человека выходит? Или как вот, что там, какая информация появляется? Да, там не полностью, естественно, все данные выходят. Там первые буквы имени, фамилии и отчества и последние цифры номера паспорта. То есть обязательно к QR-коду нужно иметь паспорт, чтобы прийти в ресторан? Да, нужно с собой паспорт. Давайте поговорим про грядущие новогодние праздники. Наверняка люди уже планируют корпоративы. Вот как у вас теперь будет устроено тоже вот с корпоративами? Ну, у нас небольшое заведение, поэтому, как с таковыми корпоративами, мы не работаем. А, как мы с ними сталкиваемся, это мы делаем довольно-таки большие иногда доставки, иногда даже более чем на 30 блюд бывает корпоративным заказчикам. Ну, а уже столкнулись с такой ситуацией, что были забронированы корпоративные вечера, но сейчас пошли отмены? Ну, к счастью, нет. У нас, как я повторюсь, уже на месте нет заказов. У нас заказчики идут на доставку. То есть люди сейчас все больше организуются на своих предприятиях и заказывают доставку туда маленькими компаниями, празднуют у себя на предприятии, либо дома. Ну, вот 2020 год уже показал, что были отмены, не работали рестораны. Вот вы как прожили 2020 год и как оцениваете вот эти ограничения, которые в 2021 году тоже заставили немножко, наверное, снизить количество посетителей? В 2020 год мы, конечно же, для нас это было полной неожиданностью. Мы работали, соответственно, только на доставку и на самовывоз. Были полностью все закрыты заведения. Все надеялись, что это скорее скоро закончится, но пришлось переориентироваться на эту форму работы. В этом году все совершенно иначе. Люди могут попадать в заведение, имея QR-код. То есть, если они работятся этим вопросом, то мы сможем спокойно дальше работать. Ну, дай бог, дай бог. Спасибо вам большое за то, что вышли на связь с нашей студией. С нами разговаривала Дарья Казанцева, директор пиццерии Траторий Моцарелла. Говорили о том, как они прожили прошедшую неделю, как готовиться к будущим ужесточениям в сфере обслуживания. Ну, я думаю, что темы надо немножечко сегодня миксовать, как бы и про те реалии, которые, да, у нас сейчас происходят, и про хорошее, про красоту, так скажем. Про красоту в стиле стимпанк далее в нашей рубрике «Что в шкатулке». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова